Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу вам, как приготовить рыбную консерву в домашних условиях. Первое, с чего мы начнем, это будем обделывать рыбку. Вот мои рыбаки вернулись из рыбалки и словили два таких красавца. Я его уже почистила, вымыла. Все, и сейчас будем его разрезать. Не знаю даже, как я его разрежу. Такую большущую рыбу. Сейчас как-то будет. В общем, нам нужно разделить вот эту рыбу на филейную часть, а делить все кости, которые только возможны. Голову я наконец-то отрезала и сейчас буду разбирать на филейные части. Вот с одной стороны хребта отрезала. И вот так вот постепенно обрезаю кости. Так вот, я так быстро. И вот так вот. Так вот. Вот так вот. И вот так вот. Вот так вот. Все, разделила я один уже толстолоб на две таких филейных части Вот голова и вот этот хребет будет мне на уху А с вот этой части будем делать консервы Еще плавник нужно поделить и все Вообще, когда они привезли вот эту рыбу, я не знала даже, что с ней делать Но по просьбе моего папы, он захотел вот такую вот консерву И я согласилась сделать ее Все, сейчас точно так же поступим и второй рыбкой Вот получилось столько у меня чистого мяса И сейчас будем уже слаживать его в банки На дно банки я добавляю 3-4 горошинки перца черного И складываем мясо рыбы Так, и сразу же можно добавлять пол чайной ложки соли Немножечко перца для вкуса молотого Так, опять добавляю пол чайной ложки соли Немножко молотого перца для вкуса И вот Добавляем до полной банки еще мяско И снова пол чайной ложки соли То есть на одну пол-литровую банку у нас идет чайная ложка соли Вот готово Еще нам нужно сюда добавлять по 50 грамм растительного масла Такая небольшая стопочка Но у меня Я сначала вот эту тушенку протушу Где-то 1 час Чтобы немножко вот этот сироп, который здесь будет выпарился А тогда я уже добавлю растительное масло Потому что есть вероятность, что оно полностью выкипит Так что лучше не рисковать Соли добавляем 1 чайную ложку На целую, на пол-литровую банку Эта рыба любит соль Все, наша тушеночка уже готова Потому что ее можно отправлять в духовку Берем противень, который мы будем ставить банки И нужно застелить чем-то, чтобы было такое мягкое дно Выпрываем крышками Можно сразу сюда налить немножко воды Чтобы пропиталась вот эта ткань, которой мы застелили противень И выставляем сюда баночки Все Сейчас отправляю на 1 час в духовку Духовка еще не разогретая Только я вставляю банки, включаю духовку на 100 градусов И вот это все тушится при такой температуре 1 час Итак, моя консерва протушилась 1 час при температуре около 110 градусов Потом я повысила ее до 150 градусов Уже час при 110 и час при 150 И уже можно добавлять растительное масло На каждую пол-литровую банку я добавляю по стопке Здесь 50 миллилитров растительного масла И как раз, когда вы вынули ее сейчас Можете каждую баночку попробовать По вкусу Можно добавить соль Или что-то вам еще нужно Все пробуем И на этом этапе можно исправить все Все Опять отправляем в духовку Еще на 2 часа Разогретую до 150 градусов Ну вот и готова моя рыбка в масле Тушила я все в общем 3,5 часа Потом, когда вынула с духовки Закатала и все это у меня остыло Уже даже застыло И сейчас я вам покажу Вот видите, какое масло Осталось сверху масло А внутри вот этот вот рыбный такой холодец застыл Я надеюсь, что это очень вкусно Это отличный вариант Если у вас так внезапно появилась рыбка И вы не знаете, что с ней сделать И потом в любой момент можно сделать бутерброды И все что угодно с этой рыбкой Вот в принципе и все Если вам понравился мой рецепт Подписывайтесь на мой канал И оставляйте свои комментарии С вами было вкусно, просто и полезно До новых встреч, всем пока!